Спортивная история Артема Богдановича началась в 13. Тогда решил попробовать себя в роли лучника и не прогадал. Сегодня парень, мастер спорта, призер и победитель различных турниров, входит в состав национальной сборной. На домашнем чемпионате, кроме первого места, ни о чем даже не думает. Позади тяжелые тренировки. Неделю стоял около щита, потом выходили на дистанцию, по мишени стреляли. Подготавливали лук. Изобретенные еще в эпоху мезолита лук и стрелы сегодня претерпели ощутимые изменения. Сейчас стрельбой добывают не пищу, а медали, в том числе и олимпийские. Скорость стрелы может достигать 270 км в час. Концентрация у спортсменов колоссальная, когда участник натягивает тетиву, кажется, все замирает. К слову, спартакята в Бавруйске уже успела побить как минимум один рекорд. В город съехались почти 100 представителей различных школ со всей стороны. Это самый многочисленный турнир в этой возрастной категории. Ребята не старше 17-ти. Конечно, есть уже, скажем так, участники, которые уже являются мастерами спорта. И они, конечно, представляют собой ближайший резерв. Для национальной команды, сборной команды. И претендуют на участие в международных соревнованиях даже уже в этом году. В нем ранее спортсмены, как говорится, пристрелялись, привыкли к залу. Сегодня квалификация. По ее итогам формируется соревновательная сетка. Слабейший попадает на сильнейшего. Называется это «Олимпийский круг». Завтра будут соперничать в командном зачете. В заключительный день турнира определят лучшего в личном первенстве. Программа взята с международных соревнований, как проводятся и Олимпийские игры, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Стараемся максимально приближенно проводить соревнования к международным стартам. В составе областной команды четыре представителя местной школы. Две девушки и столько же парней. Стоит отметить, только в трех городах Беларуси есть специализированное отделение по стрельбе из лука. Кроме Бобруйска, это Могилев и Брест. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.